Во время своего трехдневного визита на Ближний Восток Папа Франциск почтил память людей, погибших во время Холокоста и террористических атак, а также поцеловал руки людям, пережившим Холокост. Во время посещения мемориала Яд Вашем, посвященного жертвам Холокоста, Франциск помолился перед склепом с прахом погибших в концлагерях евреев и возложил венок из желтых и белых цветов в зале памяти. Затем Папа Франциск приветствовал шестерых людей, выживших после Холокоста. Выслушав их историю, он в знак почтения и смирения поцеловал каждому из них руку. «Больше никогда, Господь, больше никогда», — сказал Франциск. Он попросил у Бога благодати стыдиться того, на что были способны люди, стыдиться величайшего идола поклонства. Джозеф Гонденкер, который родился в Польше в 1942 году, рассказал понтифику о том, как был спасен католиками во время Холокоста. «Католики, которые спасли меня, рискую жизнью целой семьи, сегодня смотрят на меня с небес и гордятся тем, что я познакомился с лидером их веры», — сказал Гонденкер. В понедельник Франциск помолился у стены плача в Иерусалиме и в щели между камнями оставил записку с текстом молитвы «Отче наш» на своем родном испанском языке. Во время своего визита на Ближний Восток Папа Франциск неожиданно пригласил президентов Израиля и Палестины посетить Ватикан в июне, чтобы вместе помолиться за мир. Оба президента приняли приглашение. На встрече с главным муфтием Иерусалима глава католической церкви обратился к мусульманам со словами «Дорогие братья», вместе с заготовленных ранее слов «Дорогие друзья». «Давайте уважать и любить друг друга, как братья и сестры», — сказал он. «Давайте научимся понимать страдания других. Пусть никто не злоупотребляет именем Бога для оправдания насилия». На встрече с израильскими раввинами Франциск назвал евреев старшими братьями христиан.